Любителям заготовочек и салатиков из синих баклажан я сняла видео, как я готовлю вот такую вот закуску. И эта закуска салат, она подходит вот кушать на каждый день и в заготовку. У меня в этом году вот такие круглые, они мало, семечки в них, и вот такие длинные, тоже очень-очень хорошие. Я взяла и, вы видите на тарелке, да, грибы, совпало в этом году так, что и кабачки, и синие, и грибы в лесу есть. У меня есть вот такие вот свежие белые грибы, 250 граммов, я взвесила, я делаю на глаз, но сейчас я взвешиваю, чтобы вам рассказать. Вы берете шампиньоны и 650 граммов баклажана. Что я сейчас должна сделать? Я баклажан нарезаю кубиком, предварительно давайте очистим от кожуры, вот так. И теперь нарезаю кубиком где-то сантиметр. Так, вот таким кубиком. Нарезаю в миску быстренько, присолю и пусть постоит, чтобы горечь сошла. Две столовые ложки соли перемешиваю и оставляю, чтобы баклажаны пустили сок. Наша главная задача обжарить синие и грибы, чтобы они не развалились, чтобы сохранился кубик. Так, все, синие у нас стоят, солятся. А грибы сейчас мы будем нарезать. Я буду нарезать вот такими пластинками, чтобы красиво оно было. А шампиньон будет вообще у вас нарезан, берите не крупные, вот такими пластинами в банке будет очень красиво. Нарезаю грибы, а для того, чтобы не развалились наши грибы и баклажаны, на сковородку не надо наливать много масла. И чуть-чуть масла не будем обжаривать. Буквально ложку столовую я налила масла. Нет, еще не нагрелась, подожду. Как я говорила, уже и нагрелась. Ну и старайтесь, знаете, неси на толстый слой. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ну, отлично. Как я вам говорила, никакого масла я не добавляла. Жидкость ушла и не сразу обжаривается. Все я пересыпала в миску, в которой буду смешивать этот салат. Так, посмотрите, синие у меня 40 минут простояли. Вот сколько здесь у нас жидкости. И я сейчас просто-напросто сполосну водичкой и точно так же на две части поделю. Мало растительного масла обжариваю, чтобы кубики вот эти сохранились. Видите, чуть-чуть масла, много не надо. Я на сито откинула баклажаны и высыпаю. Смотрите, как я начала поджариваться, я добавила чуть-чуть еще растительного масла и все. То есть кубики у нас есть, они не разваливаются. И вот я обжарила синий уже почти до готовности. По соли я попробовала, даже они стали малосольные после того, как я их смыла. Я вот так немножечко перевернула на бок, видите, чуть-чуть растительного масла. И сейчас выбираю сюда синие к грибам. Сковородку ставлю опять на плиту. Одну луковицу такую, ну большую можно сказать, и один большой зубок чеснока. Нарезаю мелким кубиком и все пассирую на сковородке. Мне здесь нравится, что вот этого растительного масла, на котором мы все это обжариваем, достаточно. Потому что у нас здесь будет майонез. Лук, конечно, помельче. Нравится вам покрупнее, а полукольцом, пожалуйста, как хотите. Я дорезала этот лук, который у меня был. И надо, чтобы немножечко вот это все остыло. Сразу не добавляйте майонез, чтобы он не свернулся комочками. Высыпаю сюда лук. Лук уже можно сюда вместе с маслом, которое на сковородочке осталось. Там его чуть-чуть. То есть масло, чтобы только не горело все. Я вот нашла перец. Ну он не очень такой еще молодой. Ну для контраста нарежу. Сейчас я перемешиваю аккуратно. Так, добавляю сюда. Вы помните, 250 граммов грибов и 650, 700 граммов синего. Чайную ложку горчицы. Сахара чайную ложку. Уксуса. Чайную ложку. Я сейчас сделаю это все, потом попробую, что у меня хватает, чего не хватает. И добавляю сюда 2 столовые ложки майонеза. И аккуратно вымешиваю. Еще добавлю 1 ложку столового майонеза и уксуса. Я уже попробовала уксуса еще одну чайную. То есть столовую ложку уксуса. И соль. Мне не соленая. Соли на это количество пол чайной ложки. Вот я при вас это все делаю. Что банка просерилизована. И теперь наполняю банку этим салатом. Прикрываю вот так крышечку. Вот я вам скажу, что вы когда приготовите это, вы уже икру не будете готовить. Потому что это не актуально будет просто икра. Нет, останется попробовать и близким, и вы, и все попробуем. Насыпаю. Получилось, видите, попробовать и баночка. Не закатываю. Вот видите, как грибочки там видны. То, что я вам говорила, чтобы грибы были видны. Все, ставлю, закипит вода, поморусен поясок, 15 минут. 15 минут стерилизуем. Я просерилизовала 20 минут. Смотрите, вот как оно. Видите, там жирок, все. Не то, что там прямо сухое-сухое. И сейчас укрываю, и пусть себе остывает полностью. Вот все готово. Я это в холодильник поставила, затянула пленкой. Посмотрите, как. Вот видите, жирок есть, но его немного. Вот он плавает. Видите, вот жир. Грибы видно, все видно. Ну, слегка теплая еще, конечно, эта заготовка. И давайте попробуем, что же у нас получилось. Нежирное. Очень хорошо пахнет. Ароматное. Ну, в основном, конечно, вы, если хотите, можете не очищать. Синий, видите, вот видно вкрапление. А лучше всего сделать так, как я, полосочками. Давайте попробуем. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. Вкусно и сытно, ребят. Очень сытно. Прямо такое впечатление, что это салат с курицей. Очень вкусно. То есть, можно приготовить, как закуску или салат. Сейчас кушать, пожалуйста. Или же то же самое в заготовку. Вы выбирайте сами. Но если у вас есть синие, и если есть грибы, грибы это шампиньоны могут быть. Пожалуйста, приготовьте. Приготовьте маленькую порцию, хотя бы вот так. И попробуйте. В этой банке вкус точно такой. Просто единственное то, что этот салат простерилизованный. Вы можете его хранить как в подвале, так и в кладовке. Это не обязательно в холодильнике. Очень вкусно все. Доступно. Так что готовьте. Я надеюсь, что вы обязательно приготовите. Потому что все для этого есть. Я обожаю вам здоровья. Мирного неба над головою. Все у нас будет доброе. До побаченняя. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.